Минувым разом мы подошли до другой великой эпохи истории белорусской думки, которая у школьных философских подростников звучайно называется эпоха середневечья, где вы можете узнать много разных книг, курсов, лекий и учать философию эпохи середневечья, европейская философия эпохи середневечья. Мы хотели говорить про историю думки, что мы потрапляем в певный тип мысления философски в старожитной Греции, в Афинах, и разом с этим типом мысления починаем подороже про европейскую историю, яка потом станет европейской, и вот наступный плацдарм, в яким старогрецкое мысление обрывается от своих коранев, а в той же час заховывается и застаётся, это так званая эпоха середневечья. Вот потом в этих подручниках философских подручниках под истории философии, и, звичайно, идея наступный блок «Новоевропейский рационализм», потом, ну, например, там, «Британский империзм», потом «Немецкая классичная философия», ну, и уже, как бы, дальнейше, последнейше начинается сучастная философия. Причём, коли мы, вот, как бы, приглядимся до этого поддела на периоды, мы сразумеем, что в этот поддел, скажем, он тычется не столько актуальной историей книги, кольки философского канона. То есть, вот, мы можем явить себе такой великую паличку, на якой стоять великые, ну, як бы, важные философские книги, и на гэтой паличце будет блок антычности, потом блок середневечья, потом блок «Новоевропейского рационализма», потом, як бы, той же «Британский империзм». Яким чынам всё это межсобко взлучается, и начинь полягая сэнс усой к этой традиции, и чаму, и что сдарается с мыслением, калей она, и калей оно переходит, напрыглад, вот, як бы, зантычности в середневечья. Чаму, чаму, як эта середневечья не можа должиться, як бы, без конца, напрыглад, а вот, певный момент сканчается, и мы, як бы, бачим там Декарта, Ляйпница, Спинозу, и, вот, чаму степень мысления радикально меняется. То есть, мы, в гэтом сэнсе, с вами домовилися, что мы будем говорить не стольки про философский канон, не про эти умовно великие, дебокие, важные книги и про близких мыслеров, а про саму приводу, то есть вертать увагу на то, вот, а что сдарается с мыслением, вот, калья она переходит, калья она переходит, скажем, с одной эпохи в другую. Ну, и, скажем, минулый разом мы завершили размогу про античность и почали говорку про эпоху Средневечья. Альбо про христианскую цивилизацию было первое, что мы мусим отзначить, что сама эпоха Средневечья так про себя не думала и так себя не называла. То есть, это уже, как бы, итальянские ренессансы, как бы, гуманисты придумали, что, вот, по межантычности и ими находятся некие темные, страшные австоготия, какие, вот, промешковые, какие ничего, ну, вот, не мают с никакого сенсу, а вот, скажем, тому, это Средневечья. Вот, эта христианская цивилизация, якая починается с поуставанием самого христианства и якая тис кончается, да, то есть, вот, кали скончается Средневечья, альбо христианская цивилизация. Называем трапаном, вальдат. В 15-м столбусе. Какое? В 15-м, до 16-м. А что старается в 15-м столбусе? В россиянстве никуда не сканчивается, алье реализация Средневечья там. То есть, пасля, ну, и тут, ну, треба сказать, что и початок Средневечья, и конец, вот, гэта, и яны, может быть, мают сенс для историков, алье в значно меньшей ступени працуют для интеллектуальной истории, истории думки. Потому что историки говорят про 330-й год, як бы, нашей эры, нашего 100-го, кали столица Римской империи переносится уже с Рима, як бы, в Бизанту, Вегистан, Константинополем, ну, и повстание уже в исходнее Римская империя. Якая-то речи не адразу стала грекомомной, потому что, ну, на початку, гэта, саправды, сходняя Римская империя, просто перенесенная столица, и размомная, и рабочая мова гэта империи – латина. И с тягом часу только гэта латина забывается, вытесняется, и мы, як бы, уже маем ту Бизанту, ну, с якой мы, вот, прозвучаялися, в такой истории, там, и звучайной свадомости, нет справы, так. Это, то есть, 330-й год, альбо, 476-й год – это конец самого Рима, то есть, смерть обошнего римского императора. То есть, вот, для историков это ясно. Но, когда мы почнем говорить про, ну, скажем, интеллектуальную историю, а, ну, альбо, там, вот, историки философии любят еще 529-й год, закрытие опошней философской школы в Афинах, альбо еще, ну, вот, даты життя и смерти баэция, то есть, поэцей, які, с одного боку, опошней философ антычности, с другого боку, уже перший философ, як бы, перший представник этой новой формации, там, Средневеччий, то есть, які пресвати все життем, у вас накажущий пероплатам и перадачей этой спадчины антычности, вот, перадача в новую эпоху. Но, с другого боку, коли мы навык формально поглядим, вот, на хронологию, мы сразумеем, что христианство, вот, оно роджается, коли… …яким годом? Нет. В першем годе, получается, да, христианство повстает в першем годе нашей религи. И тут-то мы разумеем, насколько само наше насленье сформованное вот гэтай традицией, да, потому что, там, для гибраев, альбо, там, для арабов, альбо для китайцев, ну, вот, мы выглядаем крышечку смешно с нашей впевненностью, что хистория, ти там, вот, як бы, с такими ненавито тады почавась. Но это не меньше. Христианство, оно роджается житем и смертью Христа, так, и с повставанием самой, как бы, с певной историчной падеи, кстати, там, квазихисторичной, вот. Хэта в першем годе, да, а мы ведем кутарку про четвертое стагодзе, альбо навык про пятое стагодзе, як пра пачатак середня веча. А што ж та ты до четвертого, до пятого стагодзе было? Поздняя античность. Поздняя эллинизм, позняя античность, все еще, як бы, т.е. было суяснование гэтых двух типов мыслений, да, т.е. пэлная накладка. И тут, знов же таки, важно разуметь, что николе не бывает так, что, вот, как бы, звоночек звенит, эпоха скончается, и ты в мыслении про эти мы казали, и он, ну, перестае быть актуальным. Люди перестают так думать, да, и починаются, что сте новое. На самом речь, вот гэтые следы старых эпохов, и они застаются, и працуют, и навык вот к тым новым, якое нараджается, мы можем знасти, реконструивать, как бы, вельми, вельми много всего, так. Это початок середневечия, альбо христианской цивилизации, вот, таки дивный конец. Мы говорили про 15-е, альбо 16-е статуте. Ну, и для историков так само к этой даты ясны, с чем они связаны к этой открытию Америки, чуть подороже, но повставание вот этого середиземноморского света экономики, как и брать уже экономичную историю, Броделя, скажем, Тинават Ваверстайна. Вот, то есть, нараджение зусим новой системы, новой экономики, ну, и, скажем, нового типа мысления. То есть, европейская цивилизация, там, антихристианский свет, раптом открываючи для себе Америку, ну, и втягваючи вот к этой новой территории, вот, в жопу всталые, подсталую систему интеллектуального экономичного обмена, и он сам изменяется и становится и ниже. Початок нового часу, як бы, альбо модерности. Але, што значить, ну, вот, для мысления, для интеллектуальной истории конец христианской цивилизации, эти, как бы, постхристианская эпоха. Як вы это разумеете? На чем, на чем это можно полярать? Ну, уже таки, для историков, есть еще таки термин «долгая середневеча», вот, який придумал Хойзинга, и он, ну, першиню, вот, в своей осени середневеча распавем написал про тое, што, вот, гэтый период, який мы называем «початком модерности», с 16-го по 18-й ста годзе, саправды, в гэтый период, в гэтый час, нараджается вельный шмат новых зъявов в экономике, в громадстве, в мыслении. Але, с другого боку, життё, вот, што дзённое життё и само громадство застаётся всё ещё старым, традиционным и, вот, хэтым христианским. Только 18-е ста годзе осведництво, а потом французская революция, саправды, радикально повставила, ну, вот, хэтую мяжу заслону, границу, как бы, оттяло, отделило, вот, хэтэ, как бы, традиционное громадство. И уже только 19-е ста годзе, по великим рахунку, ну, можа лечиться правдива модерна. То есть, ты, ста годзе, гэта, ну, такая, скажем, поздняя середневеччая альбо ранняя модернасць, гэта такая пераходная зона. И, даречи, в интеллектуальной истории, знов же таки, гэта пераходнасць цудовно надзираецца, мы цудовно бачим, што 16-е, 18-е ста годзе, гэта с одного боку народжения нового типа мысления, вот, этого самого новоевропейского рационализма, т.к. дайтниц спиноза, вот, а потом, скажем, уже британский эмпиризм и осветництво в 18-м ста годзе. Но, с другого боку, в европейских университетах, еще полным ходом, працюя другая схоластыка. Это уже не та схоластыка, якая первая, вот, якая в пик середневечья, в 13-м ста годзе, в Сарбоне, в Парижском университете, ну, вот, по нуле и все, находится сама в себе, да? А это уже, как бы, совсем инша схоластыка, якая повстое на схиле христианской эпохи, и, вот, уже, как бы, доследчики 20-го ста годзе с издевлением, перачитываючи и того ж Саариса, как бы, и всех классиков, вот, якие писали, и они обнаруживают, вот, что, и они были совсем не меньш прогрессивные, чем гэтые самые Декарты и Спинозы. При нам все, вот, повставанне, ну, напрыклад, как бы, формальной альбо математычной логики. Это целком другая схоластыка, альбо логика верогодностей. Тое, что, скажем, ну, по европейской логице, то есть повстанне только в 20-м ста годзе, и раптом, историки думки, расшифровываючи все гэтые манускрипты, и они с издевлением бачат, что все это, как бы, в те часы было. Ну, снова же таки, гэта мы обозначаем такий непростый конец, в яким таксама отбывается накладка двух эпохал, як и на початку, початок середневеччая христианской цивилизации. Минулую встречу мы с вами бачали габорку про, ну, сут нас самоизъят, да? То есть, а что такое христианство и на чым полягае, ци можем мы говорить про, ну, напрыклад, христианскую философию, альбо про некий христианский тип мысления, альбо про некие идеи, какие, ну, вот, по характерной, ненавито для гэтой эпохи, для гэтой цивилизации? Что мы наличили, кто памятен? Ну, так христианство народило вельми богатую философскую традицию. Гэта, по-перше, линя Абеля, линя Климента Александрийского и Тартулян. Гэта... Это мы еще дойдем. Ну, а вот просто вот само нараджение мы говорили про тое, что философия, як певнух и мысление, типа, встает в антычности, по-перше, гэта, скажем, философия, ориентованная на промолвленное слово. Не на книгу, не на запись, не на трактат, а философия гэта той, что здарается, вот, як бы, ся рот наставника и гучню, в школе люди, які маюць там вольный час, маюць ресурсы, как, ну, вот, патратить гэта вольный час на саму досканалиня, то есть то там нема самой идеи книги, да? А христианства гэта, перадусимы идея книги, причин книги сакральной, книги, вот, як бы, Библия для христианской культуры, гэта, ну, такое, своясабливая символичная люстерка света. То есть Библию можно читать, шукаючи, вот, ну, вот, все, что только может быть, было и что будет в свете. То есть Библия долить нам вот такие самые символичные отбиток. То есть, ну, и, скажем, мысление ориентованное на книгу, да? И не просто на книгу, а на две книги. То есть, с одного боку, кожна христианин, ну, вот, як бы, говорить про Библию, а с другого боку два закона, да? То есть старый заповед, закон дадзин гэбраю и новы, гэбраю и новы заповед, у яким гэта и старый закон не обменяется, а лев, вот, пашырается, разготывается и уже становится набытком всего человечества. То есть в самой идее двух книг, вот, их была, ну, закладзенная идея, ну, вот, я говорю, своясабливой такой универсализации локального доспида. То есть тое, что одной, что было дадзина одному малому народу, ну, там, пагаджанаму на той час, вот такому, зусим неповажнаму, да? То есть може быть универсализована и разгорнута и быть покладзена в основу историю из всего человечества. А ось, гэта раз, и с гэта ж, ну, вот, скажем, выникая, мы казали про идею истории. Вот, вот, як зновжа таки, хисторией сакральной, хистории насыченной эссценсами, хисторией, якая мусит завершится страшным судом. То есть христянская хистория хэта, вот гэта плынь часу, гэта старогвобраўський колом, які не просто мгнне и захопливая, па дорозеamos всё человечество. То есть гэта зновжа таки локальная падея, якая подорожничаючи в часе, ну скажем, становится падеей спочатку региональной, а потом смоктываючи в себе все больше и больше народов, падеей, ну вот, как бы глобальной, падеей всего человечества. То есть христианская цивилизация, эта цивилизация, якая иснуев в этой истории, и якая неспынно шукая в истории, то есть разумея саму свою штоденность, как штоденность в истории, и неспынно шукая знаков в этой истории, які покажуть, коли вже все завершится. То есть это, до речи, самый, скажем, может быть, рост и критерий, как нам самим зразуметь, ну тое, что мы живем уже в постхристианской цивилизации, вот что мы уже не чакаем страшного суда, то есть мы не уявляем себе историю человечества, як штости, что мусить завершиться, вот хэтэм, это глобальная катастрофа, якая в той же час буде глобальным городованием, да, для правильного штата. А почему мы можем так говорить, что мы не чакаем, ведь, ну, можно сказать, ну, как такое, на каком-то эмоциональном уровне, подсознательном, то есть вот ожидание кризиса, как бы дна кризиса, да, то есть, основной, скажем, ну, довольно-таки того же уровня, а на уровне, скажем, ну, такой физики, ну, есть же идея конца Вселенной, ну, то есть Вселенная расширяется и умирает. Ну, это не сакральный конец, это вот такие просто банальные, да, ну, я бы сказал, ну, вот, безэмоцийный конец, ну, как бы, ну, как бы, вернования ни якого не мало, потому что христианский конец. Ну, можно сказать, ну, то есть в наших культурах концом насыщенно, то есть, как бы, мы знаем, что есть сначала и конец, ну, можно сказать, вы же говорите о том, идею времени, да, и идея времени часа, а истории времени, да, потому что часто ясно, как бы, что это вот, ну, такая идея, времени простая, а история человечества, это уже, как бы, ну, история конкретного, ну, там, объекта, веки, скажем, изменяется в часе. Ну, мне кажется, вот, как идея, там, начала и конца, она, ну, она просто обрела такое, как бы, ну, она воплотилась в разных других сферах и стала для нас, как бы, естественной, то есть, может быть, не такой божественного конца, но, что все имеет начало и конец, вы воспринимаете сейчас, как да? Нет, ну, я разумею, про что вы говорите, в принципе-то, ну, не только христиане уявляют в себе конец света, да, не только Голливуд умеют, ну, скажем, проиллюстровать, как бы, эту тезу, али индусы, так само, мают в себе, ну, правда, их, как бы, конец, таки, скажем, масштабный и далекий, там, как бы, это их система излечения, ну, нам еще долго-долго чакать, как бы, приходится. Ну, а не я знал, что таки не про это, я просто наказать, про что мы казали в минувый раз, что вот все две, это идеи, яких в антычности не было, потому что для антычного мысления, для философа, вот, ориентация на книгу была несразумелая, вот, как бы, конкретно на хебрайскую Библию, вот, тому, что, ну, в Евангелии там уже, как бы, Новый Заповед, тоже в классичную христианскую эпоху, насытилась от ими сенсами, вот, якие мы заразы же укладаем, тогда на початку христианства, ну, это были просто свечи, ни на какие сбирались, укладались, но, вот, и идея истории, так само, для антычности была абсолютно чужая. И вот, глядите, снова же таки, это еще не все, христиан, тому, что мы с вами казали, что основный постулат христианства, это выратование души, причем души индивидуальной, то есть, то, что, по-перше, не факт, что душу треба ротовать, да, а другое, ну, вот, скажем, держимся крышечкой, как бы, на початок, я все хочу подвести вас, да, скажем, до акульной характеристикой. Вот, глядите, перед нами, ну, может быть, один из самых великих и протяговых периодов европейской истории, и, подчас якого, вот, сформовались наши эмоции, коли верить Норберту Элиасу, и сформовались, ну, вот, основные некие интеллектуальные инстинкты, да, вот, с другого боку, и початок гэта эпохи, то есть, першая стародзе нашей эры, и конец гэта эпохи, адзначены худшей радыкальной крытыкой христианства. Вот, коли мы вертаемся в первое, другое стародзе нашей эры, и в образ христианства, вот, який мы с вами намалевали зараз, вечная цивилизация, цивилизация книги, то есть, подчас якой сформовалась, ну, вот, вот, я, как бы, наша культура, наши эмоции, повстали университеты, повстала теология, то есть, все, что мы, вот, ведаем с вами, да, вот, але для адукованных ажихара там Афинов, альбо там Рима, альбо навод близкого у сходу, там Александрии, христиане перших стахотзеу, гэта хучэй такея дикие и страшно агрессивные, злобные, ну, я, как бы, сказать, и воевничые низы, якие ненавидзять, я, как бы, все высокая, и, вот, якие уймя, хэтых, я, как бы, принятых для себя незразумелых тезов, я, как бы, те, идеи, яны готовы нишить, снишать, я, как бы, и, ну, палить, как бы, вот. Фанатики. Фанатики, да. Вот, и, глядите, и конец девятнадцатого стаотя, девятнадцатого стаотя, вот, каи уже, вот, отбывается такая кончатковая секуляризация, ну, самой великой критик христианства. Нинча. Нинча, да. Конечно, Нинча, там, антихристианин, как бы, тлотанизм для народа, там, ну, вот, и все такое, да. И вот юнство, а причин, ну, вот, юн, как раз, еще, как бы, с той христианской цивилизации, потому что, там, вот, все поколение же полставало, все метеороги, как бы, с души. И юн заявляет про то, что, вот, да, христианство вырытывало, выховало наши эмоции, но выховало из нас злобных, помсливых, вот, як бы, низких людей, якея, вот, як бы, деля уявно их этого, уявного выратования, готовы нишить и ненавидеть все высокое аристократичное и самодостатковое. То есть, вот, таки, як бы, платонизм для народа, да. Вот, то есть, снова же таки, радикальная критика, вот, причин, а мать, что в тих самых словах, як и проставники этой поздней античности. Так вот, як бы, давайте поставим, может быть, гэтае пытание радикально, першим, вот, почнем говорить про эпоху уже в деталях, а як вы разумеете христианство, все ж таки, да? Это была падея... Доброе, политичное сила. Ну, то, что и она важная, то, что и она, як бы, сформовала, да, нашу цивилизацию, это, ну, мы не обраковываем, это всем ясно, да? Но все ж таки мы поверим ничше, что и она, як бы, нас вот так вот сапсовала, ти, ти нет. Ну, не только. Я не спорвала, конечно, духу, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Эта же часть и субболистью мне еще не будет, Потому что я наполовину не веду, как в этом могло працювать в античности, но христианство дает больше скелет для человека, как он повинен жить, как он повинен думать, вот с чем, например, философия, как суполка таких свободных людей, потому что там пришел или не пришел, а тут тебе больше навязывают. И ты идешь по гэтам кропах. Ну, так это меньше, что не треба думать и самому мести по гэтой стежце, а ты... А когда человек забирает скелет, становится не тяжко. Одразу, одразу. Бо не кожный одразу может взять по себе эту роль упрымать свою собственную волю. Можно докладнее? Пусть вы зараз просите поставить знак, ну так, как грубо, эти добрые христианства. Не, 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 не оцениваю. Не, ну скажите. Я думал, сапсовало нас, тяно нас, там, развивало, узняло. Долучится, да. То есть я делаю то, что называется проблематизация. Я проблематизую для нас сам с мест, как бы, этой подели. Потому что, когда мы не сразумеем, что у нас уже закладенное передразумение, ну вот, например, что такое христианство, да, и когда мы не взорвем все то, что у нас уже закладенное, мы не сможем просто, ну, адекватно воспринять свежим розумом, вот, вот Ницше, и он взорвал для европейского громадства. Да, да. У него свобода, если мне не придава, от этого доброго христианства. Критично. А мы проблематизовывались. Да, да, критично. Можно порвать христианство с семьей. Пытание. Ти сапсовала ли она тебе, ти… Лена выховала, и ты можешь иметь певную доверие данных людей и певную критику так само критично, это, в общем, относимое, взаисти. Ну, и что такое? А мы теперь живем у постхристианского эпохи, саправдывайте. Вот, например, я, ну, когда думаем про буддизм, ну, в другую очередь про… Это такое апокалистическое постсоветское бачение. То есть, как бы сказать, что буддисты живут у постбуддистского эпохи, ну, это очень глуповато, то есть для них, на самом речи, ничего не изменилось. И вот это так само важно. Да, потому что вы знаете, что это постхристианская эпоха – это только по-русскому исну, я как бы… Сам концепт, ну… Передусим, то есть он продукует что-то такое, русскомодный простор. Почему? Ну, я не надирал такую основную… Не-не-не-не… Ну, это просто концепт, как бы пост… Постмодерная, да, постхристианская, секулярная… Ну, постмодерная тоже не дискуссийная такая, проблематизованная… Да, да. То есть, как бы… Да, это не важно. Просто вот… Доброе. Мы пока не отмавляемся займать позицию, да? Я не отмавляюсь. Так… Можно сказать, что просто этот исторический период, оно, как система, было запотребованное и выполнило свои функции. Оно централизовало, тогда отбывалось… На одного боку людей пробилося болей, им было складание жить разом за ним, а христианство дало эту схему, которая позволила вписать и организовать всю жизнь. И… 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 А потом… Гэта житё уже берастало смешаться на вот эту христианство. Потому что, зараз, мне падается, мы якраз вот в этом периоде, когда мы уже выросли из этой схемы, и человекство вымагается знайсти некую червовую схему. Это… Это, конечно, такое милое рациональное отломочение… Ну, это же с ним изоброняло людям снищать под крыжем… Такое… Такие думки мы можем прикласть и до всего. То есть, сказать, что всё сделало свой сенс, конечно, всё изменяется… Всё от совокуп. Да. У меня вот мнение, что от новых христианства поустало… Ну… Как это… Не оно уничтожило всю эту… Работки античности. Античности. То есть, как бы, уничтожили варвары. И, в принципе, христианство было как некое… То, что собрало опять цивилизацию воедино. То есть, ну, как бы, была некая римская империя, которая собиралась, ну, наверное, римскими законами, там, силой и так далее. А вот следующая сборка происходила уже, ну, на другом уровне. То есть, можно сказать, на уровне, ну, ментальном. То есть, когда люди начинали думать примерно одинаково, и это позволяло, ну, на этой одинаковости строить, ну, следующие империи, а в будущем и государстве. И, я думаю, что, ну, христианство оно заложило, ну, ту основу, которая очень медленно потом, ну, как бы, так, росло и вырастало в равенство людей, ну, как бы, полное равенство людей. То есть, потому что оно, там нет идей, там кто-то, ну, ближе к Богу, кто-то дальше. То есть, ну, в принципе, все равны. Ну, понятно, как бы, это же такая центра, ну, всегда любая цивилизация видит себя в центре мира, а все остальные, как бы, ну, варвары, типа. А если говорить, ну, пост христианства, то, ну, я, может, как бы, очень примитивно пост воспринимаю, но мне кажется, пост это когда, там, мы сами типа не говорим, что мы христиане, но воспитаны христианами. То есть, и, ну, в этом плане, от нас, ну, как бы, мы несем отпечаток очень, ну, и просто до конца, может быть, ну, еще находимся в фазе, как бы, отрицания этого, ну, как, типа, молодой человек отрицает, там, своих родителей, типа, я пойду другим путем, ну, и неизвестно, насколько он там далеко уйдет своим путем, то есть... Далеко он не уйдет. Ну, два года назад я написал большую книгу, которая называется «Исторический Иисус и Церковь Христа». Мне я преследил, ну, мне не удалось пока в Москве ее опубликовать, потому что изменились, значит, обстоятельства, начался этот проклятый кримнаж и оболванивание, так сказать, российских читателей, вот. Вот, но я, в конце концов, помещу эту книгу в интернете, вы сможете ее почитать. Вот я проследил, каким был Иисус на базе почти 250-летней, так сказать, изучения учеными, именно не религиозными людьми, а отчасти протестантскими теологами, а отчасти именно учеными не религиозными. Вот, его философию, его гуманизм, философский гуманизм, потому что его основная идея заключалась в том, что Бог, который, значит, ну, был, ну, ранее был Богом ревнителем и карал еврейский народ за его отступничество и впадение в многобожие, теперь он решил, он проникнувшись бедами, значит, бедами человечества, бедами людей, значит, именно в Римской империи, которая была враждебной для него, вот, он, значит, Бог решил создать, ну, сокрушить империи и создать Царство Божие на земле, которые войдут праведнее. Это важно, да, ну, да, вот, то есть, то есть, я еще одну минуту, значит, уточню, значит, то есть, в христианство с самого начала был заложен еще Иисусом, значит, христианский гуманизм, христианский утопизм и христианский консерватизм. Вот эти три составляющие постоянно, значит, обогащают друг друга, и отчасти и противоречат друг другу, они в Средневековье, так сказать, ну, в эволюции церкви, они постепенно, так сказать, постепенно превратились, значит, в своего рода такую авторитарную идеологию, которая мешала развиваться модерности. Такой христианский терроризм. Да, это инквизиция, это и сожжение книг, значит, инвесторопрещенных книг и так далее, и тому подобное. Просто с этими книгами, они женщины шли. Проблематизовать в первый раз эту историю христианства, потому что, как из античности, у нас, как бы, с христианской цивилизацией вельми такая дивная и смешная ситуация. Мы объеднуваем по двинам античности одночасово и, вот, как бы, басичный грецкий полис, и уже эпоху, там, эллинизма, после Александра Македонского, когда грецкая мова и грецкие формы життя радикально поширились, и, ну, вот, утворили такую, скажем, айтумену грецкую далеко по замежам грецкого света, и римскую эпоху, эпоху, там, римской империи, мы называем гэта все разом античности, античной цивилизацией, объеднуваючи и в пэвном сэнсе конструюючи для себя пэвную сутность и пэвный образ. Но потом, когда мы идем и поглубляемся уже, как бы, в историю, альбо, там, интеллектуальную историю, мы обнаруживаем, и мы пачинаем прописывать все гэты розницы, детали, ну, и пачинаем разуметь вот гэты важные речи, то есть сам гэты великий образ распадается на, ну, вот, такие, скажем, цаглинки-ковалочки. То и самое с христианством. Калим мы гэту шмат стаходзевую цивилизацию пачинаем уже уважлива вылучшать, навод, не як чистые хисторики, а як хисторики идеи, в интеллектуальной хисторике, мы обнаруживаем, ну, что, як бы, что нема, не якай, вот такой вот цельной и ясной христианской цивилизации, да, то есть от першого стагодзе, там, до восемнадцатого, там, ци до шестнадцатого, а есть вельми цикавые, ну, як бы, периоды, и есть спробы сконструявать, вот, як бы, со всей гэтой традицией, цельной и ясной, ну, вот, в образ. Калим мы габораем, зновши-таки, пра интеллектуальную хисторию христианства, то першое, шаго трэба, ну, на чым трэба, на што трэба звернуть увагу, хэта на философии середневеччика, ця, кою мы пачинали. Нема, не якай философии середневеччика, то есть, вот, калим вы раскрываете, как бы, книгу и читаете, что автор пишет про Тома Шагвинского, там, про Тертуриана, про Акустина, и все это называется философией середневеччика, можете смело и назад закрывать, потому что, ну, вот, як бы, автор не разумея самого элементарного. То есть, мысление, христианское мысление, корысталось, оно бытками философии, а не корысталось, а вельми выборча и вельми ревнива, и в розные периоды, как бы, ну, смоктывало в собе этот философский инструментарь, вельми по-розному. Як бы это все называть, да, теологией, скажем, цимыслением христианским, ци, просто, там, идеей, там, интеллектуальная история вот этой эпохи. Ну, это, может быть, что за угодно. А я в таким формальном, докладном, непосредственном сенсе, вот, кончатково христианскую философию створая только 16-е стоготие иезуиты. И то, коли, вот, после Триденского собора Папа Пий Пятый офицейно не просто дозволил, а, ну, запотрабовал, как бы, створить христианскую философию. И вот, якраз у меня же в этой другой схоластыке, про яку мы с вами крышечку уже, как бы, говорили, повстое, ну, вот, тое, что можно назвать философией в христианским выкональниках. Это схоластызованный аристотелизм, який обопирается на Тома Шоакминского, як на наепшего интерпретатора Аристотеля. Ну, и это, якобы, первая структура философии, про яку мы, может быть, будем казать. Вот только под самый-самый конец, вот, в самой эпохе христианство не просто реабилитует для себе философию, як, как мысление, а присвоивая все. То есть, вот теперь, ну, вот, христианство, скажем, для христианства и христианского мысления философия есть своя. Але не будем забывать, что побач с гэтым философским факультетом иснуе и завсёды исновал теологичный факультет. И там тыя ж самая речи, ну, может быть, не тыя самая, но, вот, скажем, параллельно отбывается, ну, отбывается зусимыншая процесса. То есть, побач, иснуе христианское мысление вот в своей сутности, в своим ядры. Это конец эпохи. Звучайно, ну, вот, когда говорить про интеллектуальную историю христианства, то говорить, что я надеюся на патристыку и схоластыку. То есть, вот, два такие великие периоды патристыка и схоластыка. Патристыка, ясно, патрио, айцы церквы. Ну, и патристыка, они эти до 8-го, 9-го, с того, до 9-го, так ладно, и после 9-го, патчынается с холастыка от школы. Снову жутык, и когда мы побачим на подставы выделения к этих двух периодам, мы можем забважать, что они абсолютно нелогичные. То есть, в одном в одном, в выпадку, школа, а, звичайно, это, як бы, альбо монастырская школа, альбо кафедральная школа в городах, альбо епископские школы, кафедры, то есть, певный тип навучанья, вот, да, а с другого боку, ну, вот, патристика, да, то есть, айцы церквы, хотя ясно, что, ну, айцы церквы, по-перше, это не тип навучанья, она не поравнальна со школой, а по-другое, сами айцы церквы, ну, в таким, як бы, чисто христианским сенсе, это вельми, конкретные персонажи, якея первоважно жили, там, до третьего, четвертого, ста годзе нашей эры, да, то есть, после, то есть, вот, як бы, одно из потребований для того, как быть айцом церквы, это не только, ну, скажем, правоверность, як бы, айцом церквы, а и старожитность, после третьего, четвертого, пятого, направо, вот, не так, как бы, починаются уже наставники церквы, а после просто, ну, письменники, да, церковные письменники, какие-то... вопрос, как вы оцениваете такую фигуру, как Абеляр? с одного боку, схалас, теперь типовый схалас, а с другого боку, осудженный двумя соборами, его философия, с другого боку, автор истории моих бедствий, ну, я бы сама история, скажем, с... история каханни, или неприхожая, просто, я думаю, для романтиков была, она что, узорная, да? так, сама история противостояния церкви, нет, на самом деле, как бы, вот, снова же такие, эти мифы модерные про христианство и про схаласков, то есть, там не была история противостояния самого Абеляра, у чей была история противостояния певного, ну, скажем, керунка в нежах Саргоны, в нежах Парижского университета, вот, как и эти парижские, скажем, махистры, тады ящие, якие выкладали на факультете вольных максимумов, отчасткой научения на факультете вольных мастерств являлась диалектика, формальная логика и эстетика, какая была доступна, вот, и они не хотели исти далее, не хотели рабить карьеру, не хотели займаться теологией, а хотели застаться философами, а, как застаться философами в межах философии, треба было, ну, вот, скажем, застаться в межах формальной логики. Но до этого мы подойдем. Я просто хочу, скажем, свернуть увагу, что это первый период, так званая патристыка и схоластыка, то есть, что это были две великие зоны. По великим рахунку, та же самая схоластыка начинается после каролинского дрожжения, когда Карл Де Вике начал дрожжать научание тривиума и квадриума и закладать латинские школы не просто в якости внутренних монастырских, а максимально, скажем, зарабил этой интеллектуальной модой. И вот с этого и пачалась певная тенденция, какая выскочить уже в 13-м стагодце по вставанию Парижского университета. И, скажем, окромя этого славутого 215-го года, когда навучание Парижскому университете, санкционованное Римом, это, ну, как бы было там, как я назвался, то есть еще 1200-й год, когда сами эти локальные парижские школы выражаются объединяться в одну такую, скажем, суперструктуру. То есть это важно, потому что, ну, вот, когда мы говорим про интеллектуальную культуру средневечия, христианского средневечия, этих христианской цивилизации, то мы мусим, ну, вот, шмак таких речев, матчастки, ну, вот, для себя узнавить в святости. Когда мы, снова же таки, гадаемся, вот, может быть, самый привожий, самый привожий, привожий стагодти истории христианства, ну, при нам себе боль за все Борхес их любил, это первая четвертая стагодти, то есть до Икейского собора, вот, до вот такой идеологичной нормаванности. То есть это абсолютно безумные стагодти, стагодти хаоса, как и философия и христианское мысление взаимно проглядаются одно до одного, и повстают, как бы, ну, верно, такие текабые изъявы на померше. Мы еще, как бы, туда вернемся, я протягну, просто я забыл сказать, вот, когда я подлился такие скаластыки, есть еще один поддел, это на грецкую традицию и на латинскую традицию, это так само важно, потому что в двух розных мовах отбывалось повставание в этой христианской литературе и христианского мысления, и ясно, что первая мова грецкая, по-грецкую написаны Евангелии, и первые тексты христианские, какие повстают у другим стагодти, ну, какие до нас дошли, вот, первые апологии, вот, вот, яны, так само написаны по-грецку, и, ну, вот, жанры их абсолютно конкретны, то есть это альбо оборона христианского вероулучшения перед императором, альбо, ну, вот, перед адукованными грамотянами, там, римскими, тигрецкими, не так важно, да, и, по сути, вот, первые авторы церковные, которые пишут в этой апологии, яны покинули нам, скажем, вельми цикавый материал, то есть ясно, что яны, практично, там, некольки дошло в перакладах на латинскую мову, а я больше в урылках, то есть гэта, вот, гэта хаос интеллектуальный, и спроба перакласти рассказать про, вот, новопаусталую веру и новопаусталый досвет у мове, сразумелой, тагачасному адакаванному грамотству, то есть яны спробують рассказать про христианство на мове философии, и гэта фантастично привожая текава, ну, и расслымачить, что ничего страшного нема, что, в пэмным сэнсе, ну, вот, гэта протяг той традиции, и нараджаются, как бы, ну, самые розные конструкции, ну, напрыглад, что, там, как бы, старый заповед и гэдрали, гэта закон, грэки гэта лохас, а, напрыглад, христианях гэта и закон, и лохас, и ясше любовь, напрыглад, ну, и так далее, то есть, как бы, глядите, что яны робят, яны спробують, вот, гэта и разрым, ну, скажем, неким чынам, ну, разрым памиш мысленьям, якое уже мая традицию грецким, и ново-повсталым, проследам и мысленьям, ну, переодолить, не як злучыть гэта и баты по цивилизации, но, в другим стороне, все это приводит до, ну, вельми цекавых и непожиданных наступствов, а устае феномен гнастицизму, а потом яше и елеси, вот, это тое, что так, как бы, хвалявала и тешила Борхеса, потому что, вот, ясно, что от гнастычных влучэньям засталися только урылки, все тэксты, которые яны не были, яны нищилися, парилися, и за этой стаботе удалось озрабить шмат в этом, ну, вот, как бы ничего не дошло, но, тем не меньше, мы ведаем и про Маркиона, и про Василида, как бы, ну, и про шмарт яше, какие гнастычные секты. Мы с вами, коли, скажем, починали говорить про грецкое мысление, памятники мы казали про Прадоксу, про Мерковань, ну, вот, этих звычайных людей, и про эпистему, альбо веду, ну, якую набываюць, якую ствараюць. И тадыма, ну, вот, крышечку наперед сказали, что в грецкой мове ёстяще слово термин гносис, для позначэння таксама пэвного типа веды, альбо это не эпистема, это, як бы, веда прасхаваная, веда пра то, что лежыць, як бы, ну, и вот, глядите, что отбывается в другим стаботе, то есть, я, ну, намысно, без подробязностей, а просто схему тупологии гештарьского рабоя, сутыкнение двух типов мысления. На початку апологии христианские авторы спробуют скористаться с техники, ну, там, як бы, философии спонятка, у кабры слумачить свой дозвит, потом отбываецца адвародная, таму, что гностики, гэта пэроважна философы, які спробуюць усмактать христианства, и на основе, вот, как бы, гэтаго христианского дозвида и досвида философии выстроить, ну, абсолютно невералоную, ниншую картину света. Што такое гносис гностицизма? Хэта веда, таемная веда, про што? Праскаванная? Про сутыкнение чалавека с абсолютом, альго, там, с трансцеденцией с Богом. Ведь христианство, начинь выбудовывая свою адрозность ад философов, да, это на тын, што философы не ведаець Бога, а стойки не хочуть ведаць, как один там с Аполлакетом написал, да, вот, а тут, як бы, ёсць адзин Бог-творца, який створыл яць гэта свет, ну, и гэта гдалей, гэта гдалей, и гэта не просто некий Бог, там, мыслейне абстрактный Бог, а Бог индэвидуальный, який апякуецца гэтым светом, який любить створанное, скажем, ну, то есть, який злучанец гэтым светом, ну, в таких досыць ясных и зразумелых эмоциях. И христианин, гэта чалавек, який платец, який, як бы, верталя Богу, не просто думку пра Бога, да, там, про, як, там, платонизм, эти, арестателизм, про адзинное, да, а верталя перца всю эмоцию. Так вот, як бы, гностики, яны, идут вдалей, яны, говорят, что, да, мы прымаем кэту едею Бога, а ямы спробуем вернуть, як бы, не донки просто эмоцию, а спробуем знайсти вот кэту таемную веду, зразуметь, что там, вот, за межами чалавечего света, да, то есть, вот, ввести на территорию, ну, такой, традиционно запороненную для чалавечего розума. Ну, и там, ну, вставали фантастичные конструкции, например, вот, ну, на основе тих же христианских схемах, вот, у Маркиона, сдаётся, идея чужого Бога, то есть, вот, вот, уявите себе секту, лидер, там, вот, керавник, гуру якой, рассказывая про тое, что, да, вот, христиане говорят про Бога-творца, и гэта правда, ёст Бог-творец, який створил гэты свет, а ле тут ёст одна проблемка. Ён створил гэты свет с злого материала, то есть, ён сам злый Демиург, ён скарыстаўся, як бы, матерей, а материя сама в сябекосная, і несе, скажем, вот, гэтаю, такую першасную помылку, і адпаведна той свет, які паўстаў ў гэтава злого Демиурга, ён, ну, вот, ляжыць, якбы, ў зле распусті, і ён распадаецца, і нема шагу за яго шапляцца. А ёст і ашче іншы Бог, чужы Бог, якого мы не ведаем, і які прыходит разом с Христом, які, ну, вот, якбы, прапануе, вытворувае в зусі ныншы свет, які там, вот, любовь. То есть, глядите, глядите, та ж самая конструкція християнская, то есть, два, ну, вот, скажем, два заповеда, два закона, але разыгрывается в этот зусі ныншы спектакль. И в такой картине свету, то есть, ясно, что это ўжо, ну, вот, ёшча пара роков, і перад нами манихейства, якбы, с вечной боротьбой, вот, гэтава добра і зла, і, вот, двумя светами, да? І, вот, гэта адбывалася в другім стаготзі. В третьім стаготзі выбух ереся. А, ну, в гнастицизме там ёсць, наприклад, і бодж, такі, ну, філософські, аплатоністычно ориентовані картины свету, там, скажем, там, скажем, в основі свету ёжыць праотец, вот, гэта сам Бог, да? Альбо бездань. І гэта праотец, альбо бездань, сустракайцца з молчанням. І, ну, і далі, скажем, повстае цэлая іерархія того, што нараджаецца пасвя зустрэчы бездань і маўчані. Можыцца сабе ўявіць, гэта гэта гучава там, в другім третьім стаготзі. А, вот, гэта александрія, гэта ўт той жа самый блізкі ўсход. Ну, і ясна, што... А, а пэдам всё гэта падсумаваласяць, Бүго завершэна, в пэммум сэнце, зьявлением ариянства. Якое пасутнасті, махбо перамахчы, і ўжо амай перамагала в свой час, так? І калі перамагбо ариянства, мы бы з вами мели зусім іншую хісторію християнства, і можыць, якба, зусім інші емоцы. Арии проиграл, был осудженный, потом Никейский собор, 325-й год, и, скажем, отбывается упороткование и лоткование этого хаоса, повставание таких первых формул, важных для христианского мысления. И дальнейшая история развития этой эпохи, так званая патристика, связана хоть со спробами думать, находясь у середине уже повсталых, навязанных формул, то есть интерпретовать эти формулы с разных перспектив, не отхиляючися. Хотя то же самое социнианство, арианство 16-го стагодия показывает, что с покуса таких еретичных бунтов интеллектуальных весь час христианство заставалось. Ну, потом переселение народов, потом, вот, як бы, хаос, и, вот, по сути, да, каролинского отражения, да, вот, як бы, спробов неким шинам все это вернуть, мы маем такую интеллектуальную пустыню, хари работа интеллектуальная, ну, вот, скажем, такая работа думки, дадеться только на британских выспов, и, скажем, британских выспов, ну, скажем, вот, раз порос на континент вертаются такие, скажем, отряды миссионеров. Яшчэля гортаючыся, патристыка самарюк делятся традиционно на апологетычную и систематычную патристыку. Мы с вами починали говорить про айцов апологетов, а параллельно с айцами апологетами повстают, как бы, пэвные теологичные школы. Вот, и в этой школы починают работу, ну, там, александрийская, каппадокийская, все это историками церквы и историками думки подробязно, как бы, описано, все это ведомо. И, снова же, таки, латинская традиция и грецкая. Мы говорили, вот, зараз, первоважно про грецкую традицию, для якой сутыкненье с философским типом мысления было запрограммовано самой мовой грецкой, якая уже несла в саде всех эти концепты. С латинской мовой все было, ну, больше складано. То есть, с одного боку, ясновали пероклады, и весь час отбывались пероклады на латинскую мову, вот, философов, да, а не с другого боку, ну, вот, как бы, починают же от Тортуриана и Аврелия Августина, повстала уже, как бы, автономная традиция христианской думки, якая в большей ступени, чем да ей, ты в большей ступени, починая обопираться не на ресурсы вот к этой грецкой думке, яких нема, да, то есть, потому что сама мова иншая, а на ресурсы латинской цивилизации. А обопирается на Цицерона. И вот, коли, скажем, поравнять эти две традиции, эти две линии в истории христианской думки, то мы бачим с одного боку и там, и там говорить про философию, но только философия, ну, скажем, для грецких хайцов церквы, хэта уменья думать, ну, скажем, и думать, як бы, вот, як бы, вот, як бы, в грецкой мове, в гэтых концептах, да, и завершается, ну, хани, мы можем так вот символично завершить гэтый патристичный период, завершается так званым псевдо-деонисиема, по деонисием-мистыкам, вот гэтым корпусам мистычных текстов, вот, які, ну, скажем, кончаткова робят, и, как бы, створают гэтый синтез хрецкой думки и христианского святогляда, христианского мысления. В латинской мове идея философии гэта идея, цицероновская идея, идея риторики передусием. То есть философ гэта той, хто не просто думая, а хто ясна и прыгожа, скажем, в своей гэтые думки сдольна выкласть. И, адповедно, тыя людзе, які я пишуць и думаюць у латинской мове, яны так альбо иначш, вот, як бы, с гэтого цицерона сослизываюць далей у Вергилия, у латинскую литературу, ну, и пачынаецца, как бы, уже зусим инши тып мысления, які врешті-решт привел у 14-м ста годзе до фенамена итальянских университетов, Петрарки, того, що ми називаємо адраджене, ренесанс. То есть, вот, бачите, як много ми вже обозначили неких вот таких вот моментів разрывов і неподобництва. То есть, християнська цивилизация оказывається неподобна і в своїм типі мысління, і в своїх, ну, в своїх, ну, в своїх, ну, в своїх, ну, такіх, реакціях на философію оказывається неподобна навіть внути сама себе. Ну, і ясно, що внутрі християнська цивилизація гэта грецка лінія поступово затухає, шмат які тексты перакладаються, ну, і грецкі церкви перакладаються врешті-решт на латінськую мову, і латінська, ну, вот, вже там, після 12-го стоводі, ну, вищується такою основною, нормативною, і вот, цього пинаризму ми вже не надирали. Вернемся до целого християнської цивилизации, т.е. ми говорили про патристиху, про те, що вот іона починається з періода преглядання і суисновання накладки философії і християнського мислення, потім період взаєма, ну, скажімо, період синтеза, коли ми можем лечити гнастицизм таким, який би синтезом, у яким, правда, християнство становиться все мене і мене, і потім адвертання назад, і вже Нікейський собор кончатково нормалізує ситуацію. А пошнім, ну, скажімо, велікім такім аутарам гэтай грецької лінії патристики лічіться Іоанн Дамаскин. Іоанн Дамаска, який в своєй крыніці веды, ну, вот і підсумавал, і так, як би, навіть вже так, крыгус холостычно, розклав на палічці все набитки гэтого типу культурі. Якою звуть? Іоанн Дамаскин, або Іоанн з Дамаска, Ян з Дамаска. Ну, ми переважно про, скажімо, про такі формальні речі, да? А вот як повернутися до сутності? Ті змінялося християнство під час цих своїх піроходів, скажімо, і трансформацій, ті ма сутностно змінялося. Ті християнство Третього Стагоді, Семага, Дванадцятого року – це одно і то ж християнство. Все в цьому світі еволюціонує. І християнство так само. Хороші різні виклики щасу були. Потрібно було шукати від хазу. А християнство не давало такого? Давало, але я його іспытував. А може бути таке, що може більше становилося чоловіше християнство? Після того, що перші стагоді були живі люди, які ведали Христа, наприклад. А ті ж апостоли? Люди, які ведали апостолів. Далі було більше злобачення, ніж самих зворотів до гиблий. Гиблию читати? Хто там може? Читающе не може. Я сподівлююся за все дуперпетюю моей книги. Воно за все дуперпетюю за все дуперпетюю вона за все дуперпетюю тягом часу. Ну, там же должны были, хоть философов, может быть, и не было. То, про что мы рассказывали, как про патристыку, схоластыку, это про смену формы выявления, то есть изменялись в весь час некие формы, и, например, вот схоластычная революция, но в пэмном сэнце, там, историки середневечия часам описывают, я е, як такий, як бы, городский бунт супроць монастырских и законных типов наручания, то есть школам, да, то есть тамо, что университеты и, адповедно, схоластыка повстает адын, калі города, як бы, и пэмные наставники, магистры в гэтых городах, кидають выклик, вот хэтаму типу наручання, ну, мовно кажучи, калі ёсць монастырскі скриптурі, і там сідзіць, як у Нберта, як бы, библиотека, як і перапісывая, і як і біраже все гэта, вот, і нікому не дая чітаць, і там палець непотрэбны, да, а ледь што такоя, ну, вот, скажам, Парижскі университет, хэта гарікая койкость, ну, таких вандромных інтелектуалам, які просто, скажем, вот обвешаю, што, вот я наставник, вот я вучу там таким-то, таким-то і таким-то речем, ка і вас, ка, приходьте, да, да, вот, то есть, это, што? Такой вы следуючий университет. Ужаска, приходьте до мене, записывайтеся, і отбываецца конкуренція пам'яж гэтымі групамі, вот, скажам, аподам і об'яднання, як толькі гэтые наставнікі пачынаець разуміць, што ім патрэбна бараніць свае супойны інтерэсы, ну, вот, перад гарацкімі уладамі, трэба адстоюваць свае ліхітымнаць перад, ну, вот, самай царквой, што ім правильна учаць, а не... І вот з гэтава і повстаець, то есть першапачаткова, слово «университет» тычылася супойнаці, а не і інстітуцій. Университет – гэта, вот, супойнаць такіх груповачах. І сарбонна, Парижскі университет, повстаець дады, ка ні яны, ну, вот, ап'ядновуюцца міжсотку, і хістонікі написані, ну, фантастична цікава і хісторію пра то, як, напрыклад, от, в Паріжа в трянацятым стаботзе аренда павысілася діка, то есть як іон став модным горадам, там многа магістрав і многа учням, трэба здымаць памяшканні, ну, і гараджаня взвинчуваець, як би, коштава на аренду. Што бать магістры, які ўжо пачынаюць разумець свае супойна інтересы цехавая, і аны тамавляюцца піраністі навучання в пригород, і радыкальна абваліваюць кошты, ну, і гэтакдалей, гэтакдалей. То есть там і різі, гэтакдалей, гэтакдалі 2015 гіт, і слава Паріжа павстає дадыкальі, ну, гэтакдаля нова і праслойка недей, вольных аутановных гарадчуков становяцца силой. То есть аны сами сябі разумеюць як супойнаст, як цех, як силу, да? Ну и в межах Сарбоны отбывается ренессанс философии, теологии и повстое, и вылучение Аристотеля, и по ману 1240-м папа спочатку забороняя влучшить физику Аристотеля, но не так повлекально ее влучшить, потом ее дозволяя. То есть отбывается нормальный процесс такой притирки и формования, скажем, ну, скажем, ну, с усим меньших асеротков интеллектуальных. И там повстают певные идеи, и там, скажем, ну, вот, нарожается уже то, что мы называем новым типом интеллектуальной культуры, схоластичная. Новым типом тому, что первоважная большинство творцев этого типа культуры, они наставники, они учат студентов. И, соответственно, тое, что они пишут, и тое, як они думают, ну, окрадя высоких речев, мают еще такую территориторную задачу, ну, скажем, вот, допомагать в этом процессе науча. Но это ничего не говорит про измену вот этого верхнего слоя самих ибей. Потому что, глядите, мы вот говорим, что, да, там, вот, хаос, каролинское отраджение, потом, як, вот, приходит схоластыка, схоластыщный тип научанья. Потом, ну, напрыклад, далее, где не тякало отбывается, снова, штуки, калим, как, просочим эволюцию формов, то есть, як повстоя англосаксонская мысленья, и вот, гэта-тып мысленья. Дягуючи утекам оксфордских и, потом, кембриджских, эти, кембриджских магистров с Парижа. То есть, раптом на британских выспах, выспах, начинают разуметь, что то же самое могло быть и там, да, что Париж, восьмоктвая элиту, становится славным, ну, и дозволяют, скажем, и вот повстают британские университеты. Али, подразнение от Парижа, дзе основная ориентация, дзе на философию, скажем, на диалектыку, на логику, на Аристотера, вот гэтае самая оксфордские магистры, как выразница, может быть, просто тому, что они по-иншему думают, и они робят упор на квадрию. И они начинают, как бы, учить физику, и основная задача, памятаете, Роджер Бекон, как бы, обещая, что, ну, вот, как бы, задача, звертать увагу на гэта свет и быть, в пэнном сэнси, господарами гэта вас, и начинаются вельми цікавые процессы, ну, вот, как бы, с одного боку, вылучэнне физики Аристотера и всех гэтаых наукам, с другого боку, алхимия, якая традиционно бачыцца нанесёння, ну, як квази-наука, на самом реч, ведь, как бы, это вельми цікавая, в основе алхимии, вяжэць вельми цікавая идея, якая реализованная сучасной наукой. Идея пановаць над матылей. То есть, эта идея была абсолютно новая и выбуховая уточнение дохристиянского света. Принамсю, в Париже, як бы, такого не было. А в 14-м стаотце, вот, ну, скажем, параллельно с гэтым пунктом британских выспал и повставанием новой ориентации, отбывается пункт итальянских университетов. Яны, ну, с одного боку, самые старожытные, там, Болония, а с другого боку, вот, сябляэцца Петрарка, який потэн прыгадывае, што, вот, с самого дзятінства, калі ён бы учаў латинскую могу, яго не цікавіли идеи, а яго цікавіла нелагучнасць самой могы. І ён настолькі был захоплены к этой нелагучнасцю, што паэляццаў, што ніколі за граматыку і риторіку не выйдзе і будзе все же цё чытаць Вергілія. Вот с таких дробных дзятінных успаминам нарожаються великие падеи і схемы. Ісаправді, італьянські университеті починаються, ну, не все ясно, але там зарожаються хто ідея, ориентаций на літоріку, на цецерону і Вергілія, а потім і на весь хто-комплекс антычності. А каўе ше пасля конца Бизанты і пасля падея Константинополя туды утікаюць, як бы, хрекі, ну, там вогуля такі, як бы, особна повстае, особна гаворка. І че, ардуем? В Італию, арендыйська академія, неоплатонизм, мистычныя спроба синтеза, там, гебрайства і християнства, і чаго там толькі агоніянія. То ес, вот знов жа такі, хрэстянскі свєт, які нам бачыцца, як цэльный і вот такі, і он не толькі распадаецца гісторична на розныя зоны, но потім пачынае распадацца і на, ну, геокультурныя зоны. А ватказ на гэты пункт Італії, італьянскіх універсететов, пачынаецца пункт повначы. Бо гічыцца, што, ну, вот, скажем, глядзіця, ты, хто маюць права на гэту антычнаць, гэта альбораманскія, альбораманізаванныя культуры. Гэта Італія, гэта Франція, ну, там, Гешпанія може бэть, а всі остатні гэта повночная Барба. Ну, і Немецчина, і воглі полночь, як бы, в якості адказа заявляють, що, ну, гуд, вы вертаетіся до сваїх пачаткав, до антычності, а мы вертаємся до пачаткав християнства і спробуєм перадумаць, як бы, на нова, то есть, аказ ibaецца, што, акраня, вот, гэтай, как би, кісторіі формал, я ще і єсть історія, інтелектуАльнія кісторія християнства, якая, паказывая як, вот, гэта першасный комплекс ідеял, трапляючи на разные хлебы, на разные культуры, начиная давать разные плёны, и нараджать способности ту и ментальную, и идейную, и геокультурную мапу Европы, какая для нас сегодня такая звыклая и знайомая, ну и какая там эта крайняя мапа? А то, что мы на этой мапе? Где? Мы еще не имеем, там тут есть пражские университеты, это есть краковские же что-то? Мы на этой мапе в самом центре. Арианство развелся с Синьянство, а цэном Синьянство был наш город Раков. Но это не наш Раков, на самом речи, там польские, это не той Раков. Ну а не мы про речку не скажем, да? Речку спать. Нет, на самом речи мы так само потрапляем, вот коли казаць про усмоктывание нас в орбиту гэта цивилизации христианской, то гэта десятое стагоття, калих Владимир крымае христианство, 1988 год, да? И глядите, то есть мы потрапляем, памятайте в истории белорусской думки, мы говорили про Норманов, про Варягов и про Бизантию, про грецкий свет. То есть мы потрапляем, то есть наш регион, починая христаллизоваться между двумя великими силами, ну, якие есть таким легитимным складником формования европейской цивилизации. Норманы кладут в початок державницких традиций и в Британии, и во Франции, и на Сицилии, да? То есть они не только сюда спускаются, но они бегут в той час, ну и в самые разные краины, да? То есть типологично это то и ясно, что они никак не славяне, что это скандинавы, это шведы, ну, там те, тогда еще некогда казать, свионы, как тогда казали, и они утворяют в этой традиции. Бизантия хочет себе, ну, скажем, хочет иметь беспеку на полночных рубежах, и она, ну, вот, как бы такую агультурацию, пропануя свою версию, да? То есть мы повстаем, а, коли ясно пригадать окраня скандинавов и греков, то ясно повстают, ну, с таких экзотичных чинников, конечно, хазары. Потому что, ну, на сегодня, вот есть великая советская русская мифология русского города Киева. Ну, русский в этом смысле значит скандинавский, а не московский и даже не славянский, да? Но, с другого боку, это Киев, в який приходят варяги, и где они утворяют эту традицию, это заходный фарпост Хазари. А Хазари – это тюркская краина, якая в вынику, ну, вот, певных таких, скажем, внутренних проблем, прямая иудаизм в якости державной религии. То есть, вот можете себе уявить, с одного боку – скандинавы, с другого – греки, а с третьего боку – тюрки иудеи. То есть, полная шизофрения, да? Ну, и летопись, значит, я как бы Владимир выбирал в этой роли. А внутри – это самые балты, славяне, угрозины, и вот все в это варится. То есть, на койке прихожа и складана, ну, вот, повстое то, что мы, ну, вот, зараз уже спрощено называем там историей Беларуси, эти белорусской истории, и рассказываем там про Полоцкое княнство, я впервые, я впервые, я впервые, я впервые, я впервые, я впервые, да. А, ну да, решишь это все. Я, ну, уже приняли к этому сейчас. Ну, а про это мы поговорим на наступной встрече. Где мы противням? Мух. Да. За jangan впервые —, я впервые. Те же я впервые... Продолжение следует...